Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас, на мой взгляд, замечательная программа, потому что и тема, и гости, как никогда раньше, наверное, укладываются в нашу идеологию бизнес-класса. Ну, прежде всего, я представлю их. В гостях сегодня в студии Финам.ФМ Пётр Осипов и Михаил Дашкиев, сооснователи проекта «Бизнес-молодость». Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Пётр, добрый вечер, Михаил. Ну, а тема наша, уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждаем именно проект «Бизнес-молодость» и поговорим о том, как работает система по созданию и развитию собственного дела. Видимо, ну, во-первых, такая система существует, да, и сегодня мои гости об этом нам расскажут. И главное, что она эффективна, что тоже немаловажно. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, традиционно у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору. Для этого есть телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495. Также вы можете воспользоваться интернет-ресурсом, адрес которого финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Ещё раз повторю, действительно, для подавляющего большинства слушателей Финам.ФМ, как минимум, эта тема очень и очень интересна. Ну что ж, давайте начнём. Традиционные вопросы, да, Миша, Пётр, кто начнёт отвечать? Традиционный вопрос, как, собственно, всё это появилось, зародилось, получилось? Я прочёл очень много, значит, литературы касаемо вас, но, естественно, хочется услышать это из первых уст. С удовольствием отвечу. Особенно приятно здесь находиться. Ещё раз, примерно год назад, мы сидели на этих же стульях, пили эту же самую воду. Ну, давайте так, уточним, такую же вкусную, как... А, ну да, надеюсь, да, не ту же самую. В общем, началось всё, на самом деле, с того, что мы сменили место. То есть мы родились в городе Чебоксары, оба. Город небольшой, 400-500 тысяч жителей, с зарплатой средней, там, 10-12-15 тысяч рублей. Мы поехали учиться, я на год раньше, Пётр на год позже. Когда поступили в университет, оказалось, что, скажем, денег у нас не так много, как хотелось бы. Когда одногруппники идут пить кофе, ты понимаешь, что на кофе у тебя, там, 160 рублей до конца месяца. Это было связано, что вы именно приехали, да, из Чебоксары, а одногруппники москвичи, например? Ну, конечно, конечно. Да, именно по этой причине. Ну, лично у меня так было. Я не понимал, как, может, кофе стоит столько. Столько. Ну, 160 рублей, да, реально, это было что-то страшное. Вот, у нас было 160 рублей до конца месяца. Ну, я предположу, это некий стресс был для вас всё-таки, да? Ну, как сказать? Такой слом мировоззрения. Смотрите, ну, все так приезжают. Что, мы одни, что ли? Нет, нет, я не говорю обо всех, но, тем не менее, я уверен в том, чтобы добиться чего-то в этой жизни, да, должен быть мотивационный толчок какой-то. Да, я так скажу, про мотивационный толчок. Одногруппники говорят, пойдём кофе попьём куда-нибудь, в кофейню. Я понимаю, что на кофе у меня, собственно, осталось столько денег, сколько до конца месяца. Я говорю, ребята, я в общагу, у меня там, ой, я говорю, извините, у меня встреча, я на встречу. И нет времени просто. Да, 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 у меня нет времени. А на самом деле я шёл в общагу встречаться с макаронами, которые там готовились с приправой макарон. А вам уже решать, был ли стресс или нет. Но на самом деле был, в моём случае, конечно, был. То есть хотелось быть как все, хотелось что-то себе позволить. Поэтому рано начал работать, Пётр начал работать ещё раньше, чем я. Он не успел поступить в университет, уже устроился в этот университет на работу. Я не ошибаюсь? Да. Да, вот. Это такая тема, что мы оба выросли в тех стереотипах, в которых живёт, собственно говоря, у нас всё общество. Мы оба считали, что бизнес в России построить нельзя, если построить... Мы думали как, что мы приедем в Москву, добьёмся успеха, а потом свалим куда-нибудь за границу жить. Да, или думали... Вот это путь карьеры. Круто. Или как думают многие люди, что приезжаешь в Москву, выходишь с поезда, а там сразу стартовый капитал в руки. Да, да, там всем раздают деньги сразу и встречают оркестром, естественно. Ну, в общем, рано начали работать, хватали, грызли, вгрызались в свой бизнес. Вот я, например, шёл с позиции замгенерального по маркетингу. Сначала начали делать сайты, потом оказывали рекламные услуги, поняли, что нашим заказчикам нужны разные тоже услуги, как полиграфия, медиабайн, размещение. И успели повариться в разных-разных-разных отраслях. То есть сначала начали с сантехники, мы продавали гидромассажные ванны акриловые. Было достаточно забавно, я изучил там все эти форсунки, что куда дует, что куда булькает. Мы продавали оптом гидромассажное оборудование. Потом мы... И будучи студентами, да, Миш? Да, да, мы учились, учились, учились. На очном отделении. Это было достаточно жёстко, да. Потом за ваннами пошли окна. Ну, просто появлялись клиенты из разных отраслей. Да, пластиковые и деревянные окна. Вот, да, пластиковые окна. Рынок мега конкурентный, мега агрессивный. Но мы увидели такой интересный факт, что в окнах, например, не было тех маркетинговых и рекламных технологий, что были в сантехнике. Странно почему. Что оконщики смотрели только за оконщиками, а сантехники смотрели за сантехниками. И мы, собственно, взяли и некоторые инструменты, которые успешно сработали в сантехнике, перенесли в окна. А затем инструменты начали кочевать по всем рынкам, где нам удалось поработать и побывать. Это были цветы, шубы, сухие строительные смеси, чартери аренды яхт. Что там еще? Опять сантехника, опять цветы, светодиодные лампы, туристические агентства. То есть важно что? Что вы занимаетесь абсолютно полярными вещами какими-то, да? А вот инструментарий, о котором ты говоришь, он универсален. Ну, естественно. А тут еще есть такая проблема, что мы молодые люди, и не получается взрослым бизнесменам затирать, знаете, что давайте бюджеты потратим вот на это, на это. Да, или давайте коммуникационную политику выработаем. То есть если мы не приносим какого-то конкретного ощутимого результата, если наш результат тогда невозможно было пощупать в виде конкретного увеличения выручки, продаж, то нас выгоняли в зашей. Собственно, сначала и выгоняли. Миша специально перед встречами, ну сколько нам там, лет 19-20 было, да, 21 там, он не брился, например. Да, я не брился. А у меня усы не растут, я ничего не мог себе поделать. По взрослее, чтобы выглядеть. Да, естественно, костюмчики, пиджаки. А потом вот этот вот уникальный опыт, и получается, были объединены технологии, которые работают в разных нишах, и было понятно, что на 85% все одно и то же. Да, да. Но сначала бизнес для нас представлял, как и для большинства людей, какую-то такую, знаете, мистическую область. Мистический холодец. Мистический холодец. Голодец, объясни, что же. Ну, это где, знаете, все решать случай. Ну, как обычно бывает. С течением обстоятельств. С стандартным предпринимателем, так сказать, из региона. Ну, типа там, типичный разговор. Ну, как вообще у вас? Вы что продаете? Ну, шубы. Шубы. Ну, и как вообще? Как шубы? Ну, идет. Идет, да? То идет, то не идет. Когда сезон идет, сейчас не сезон просто, не сезон. А скажите, а у вас откуда вот клиенты берутся вообще? Не, ну, у нас-то город небольшой, нас все знают уже, в принципе. То знают, но не сезон сейчас, а в сезон знают. А скажите, а вот вы как-то меряете статистику, показатели? Сколько вот вам звонят или приходят за период в день? В сезон звонят, а в не сезон не звонят. Ну, а сколько в среднем? В среднем сколько? Ну, в среднем звонят или не звонят. Ну, а все-таки в среднем? Звонят или не звонят. Ну, хорошо, если из десяти, сколько купят у вас? Ну, позвонил-то, купят уж, что вы мне тут какой-то... И вот это и есть холодец. Я понял. Это и есть холодец. То есть логика бессильна при этом, реально бессильна. Когда ты разговариваешь с человеком, предпринимателем нашим российским средней руки, то есть его категории, они очень странные. То есть я вообще не понимаю, как он управляет бизнесом. Он управляет сотрудниками, он управляет чистотой в офисе, например. Усердно работает человек или нет, опаздывает он на работу или не опаздывает. Вот, вот это была проблема основная. Она и сейчас и остается, в принципе. Да, то есть, знаете, как в интернете, в прессе бытуют такие категории. И наутро он проснулся миллионером, например. Или он оказался в нужное время, в нужном месте. Или что влияет на бизнес у нас? У нас что влияет? У нас влияет поддержка государства, программы. То есть если у меня бизнес не идет, зачастую я слышу, я вижу это прямо на форумах. Говорит, вот он разорился, потому что у нас государство плохо, программа поддержки бизнеса. Поддерживает или не поддерживает. Или не поддерживает, ты думаешь. Ну и реально такое было ощущение, знаете, абсурд. Ну какая-то логика абсурда, театр такой. И с проектом, с каждым проектом, мы же тоже, понимаете, мы, я вот, например, изображал из себя маркетолога. То есть, ну, мне сказали, маркетолог это круто. Я вот рисовал все эти матрицы бренда, какие-то матрицы ценностей. Вот всю ту воду, которая, собственно, была тогда. Ну и главные люди кивали, заказчики, да, да, да. Но только вот результат никакого от этого не было. Но я все же плел это все дело. Но плел я не потому, что я, понимаете, кого-то хотел обмануть, а потому что я альтернатив не знал. Но постепенно с опытом альтернативы стали приходить. Мы, например, поняли, что бизнес это не холодец, что бизнес это не бесформенная масса. Что бизнес, прежде всего, это управление потоком. Это воронка, это воронка показателей конкретных. Это статистика, это количество попыток, которые вы умеете генерировать. Это эффективность, с которым вы их перерабатываете. Это средняя сумма сделки, это частота покупок. Каждый бизнес может быть измерен и посчитан. И это взорвало голову. Потому что когда мы научились мерить бизнесы, мерить эти цифры, сразу же наш мозг начал генерировать те методы, по которым мы могли управлять этими показателями. И вся магия и весь шаманизм исчез. Остались мы наедине с цифрами. Да, да, да. Здорово, здорово. И с технологиями, которые на это прямо влияют. Да, а потом, потом, ну, чтобы уже закончить всю нашу историю, чтобы понять, откуда родилась вообще и бизнес-молодость, потом мы собрались с духом и открыли такой бизнес. Ну, как бы, как мы тогда понимали, чтобы можно было потрогать. Мы думали, что бизнес, как бы, это должен быть бизнес. Там, где дым идет, что-то происходит. Да, да, да. Мы вложили деньги в цветочную компанию. Я прошу прощения, у нас сейчас новости на Финам.ФМ. Давайте послушаем, потом продолжим разговор. Ну что ж, продолжим наш сегодняшний эфир. Напомню, тема которого проект «Бизнес-молодость. Как работает система по созданию и развитию своего дела». В гостях Петр Осипов и Михаил Дашкиев, сооснователи проекта «Бизнес-молодость». Ну, давайте начнем с того, Миша, да, ты закончишь. У нас есть звонок, и сразу же послушаем. А вот как раз этот звонок, я так понимаю, и позволит мне закончить. Поэтому давайте послушаем звонок. А он как раз сорвался, поэтому давай мы его слушаем. Ну, я так понимаю, звонок хотел спросить. Я за звонок буду. Давай, давай. Хорошо. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, это Финам.ФМ? Да, здравствуйте. Передаю маме, маме привет передаю. Подскажите, Михаил, а вот сейчас все у нас одни перепродажники в интернетах, все. А производить-то кто будет? Вы хоть что-нибудь производите? Вы хоть что-нибудь производите, так сказать? Все у нас тут. Купи, продай, перепродай. А производить кто будет у нас? Ну, да, да, и вот такой вот трясущийся голова. Это опять такой среднестатистический звонок, ты сейчас изобрались. Очень часто вам задают этот вопрос. Нет, шутки шутками, но на самом деле это ничего смешного в этом нет. Потому что все блоги, все форумы, все интернет-пространство пестрит вот это вот. Кто на заводах работать будет, а кто производить будет. Но те, кто это пишут, вряд ли что-то производят. Объясню почему. Почему? Потому что вот эта вся агрессия к перепродажам, она еще идет со времен Советского Союза, когда продавец был спекулянтом, он был вором. Давайте ответим на вопрос, производим ли мы что-нибудь или нет. Да, мы производим. На данный момент у нас также есть компания светодиодного оборудования, то есть энергосберегающей системы. Мы производим и продаем светодиодные светильники, то есть это офисные квадратные потолочные лампы, на столбах ДРЛ-250, Кобры. Ну в общем, мы занимаемся промышленным освещением. Это один из бизнесов, который тоже есть. Да, мы зарабатываем на нем уже меньше, чем на проекте бизнес-молодости. Проект бизнес-молодости, он очень сильно вырос. Но тем не менее, он тоже приносит хорошие деньги. Он прибыльный и в хорошей прибыли. Так вот, но мы начали производить недавно. Начали мы свою работу с того, что мы начали продавать светильники. Потому что те, кто как раз говорят о вот этом «производстве», в кавычках, они не понимают то, что вы не можете производить, если вы не будете знать, куда их продавать. Ну как минимум, куда продавать. Ну конечно, технологии, если вы не знаете. В советское время это было возможно, потому что спрос был обеспечен. Ну там есть, у нас плановое хозяйство было. А сегодня, ну невозможно, потому что первое, с чего ты начинаешь, ты начинаешь с... Со сбыта. Со сбыта. Как мы начинали? То есть мы стали дилерами. То есть мы стали дилерами у ряда заводов. И начали предлагать лампы и продавать светильники предприятиям. То есть складам, складским комплексам, портам, свинарникам даже был такой опыт. Мы с Петей ходили с лампами наперевес. Директорам этих заводов. Директорам заводов, да, в Чебоксарах. В общем, мы начали продавать. Маржа была маленькая, наценка я имею в виду, была крайне маленькая. Это до еще бизнес-молдности. Это было до бизнес-молдности, да. Но это есть сейчас. Есть опыт реального производства и реальных продаж. Мы начали продавать, мы начали понимать объем. Это было непросто, я вам скажу, непросто. Потом создался отдел продаж. Потом мы поняли, что некоторые типы светильников продаются лучше, чем остальные. Выделили три позиции конкретно, где целесообразно было начать их производить. Но опять же, это не значит, что мы, откуда ни возьмись, взяли деньги, миллиарды и построили завод, где из дым идет огромный труп и что-то там лязгает. Нет, это было отверточное производство. То есть это была сборка. Мы закупали корпуса, линзовые крышки, светодиодные модули, собирали, сертифицировали эти светильники и, собственно, продавали, да, с увеличением маржинальности. Именно сейчас мы переходим к этапу уже собственного производства, полноценного, да, которое позволяет нам иметь статус производителя. Да, мы производим, но я хочу крайне гневно выразиться относительно этой бездумной критики продаж. То есть люди думают, что обычно, то есть производство открывает, знаете, такой Сергей Безруков, который стоит под березкой со стаканом коньяку и говорит, надо производство открыть. Нет, производство, оно для того, чтобы было производство, оно должно быть целесообразно. Целесообразно оно обычно, когда у тебя есть спрос, когда у тебя есть продажи, и ты открываешь производство для увеличения маржи, для улучшения качества. То есть, но это... Для того, чтобы тебя не обходили в цепочках с делом. Ну, в конечном итоге понятно, да, о чем эти звонки. Понятно, что, наверное, такой обывательский взгляд на бизнес, это действительно надо вот, чтобы человек что-то делал, то, что можно потрогать руками. А знаете, почему так? А знаете, почему такие звонки? Потому что те, кто звонят так или пишут так, у них, они думают, какой вроде бы бизнес, или какой он должен быть, или какой он не должен, но у них нет практического опыта. Вот то, чему мы учим, собственно, мы насильно заставляем человека пройти через серию шагов и заработать свои 300 тысяч. А когда человек заработал 300 тысяч, неважно, на чем, на самом деле, ну, легально, экологично, это понятно, это само собой разумеется, то есть на продаже там щебня, песка или сахара, или там кварца, или рюмок, там, стаканов одежды, вы понимаете, что это сравнило с тем, что ему отрезают одну голову и на место ставят другую, он с иллюзией опускается до фактов, он уже понимает, что такое зарплату платить, налоги платить, он понимает, что такое продавать, что такое, когда тебя посылают куда подальше, он понимает, что такое бизнес, и потом он уже понимает, что значит производить и для чего это нужно. Да, согласен. Кровавая аналогия, конечно, у тебя по поводу отрезания головы, но, тем не менее, с тобой согласен, и я, в конечном итоге, вот на что хотел бы наш разговор вывести. Понятно, то, что вы в рамках проекта «Бизнес-молодость» делаете, наверное, руками потрогать нельзя, но, с другой стороны, никакого бизнеса, вот без этого, без этой системы, о которой сейчас, давайте будем говорить, наверное, просто и не получится, ну, как минимум успешного, рентабельного. Сейчас запустился проект, в принципе, у нас в рамках «Фабрика мысли», где как раз и производят, где у нас работают ученые, но не в этом суть. Давайте раскроем для наших уважаемых слушателей технологию конкретную, да, например, вот как это делается? Шаг от нуля до производства. Совершенно, Петь, еще раз, вот смотрите, есть система по созданию и развитию дела, система. Да. Вот это главное, да, я, если позволите такой пример, может быть, не очень в тему, я тоже читаю лекции там, да, по интернет-трейдингу, а мне очень часто приходят люди, ну, взрослые причем люди, и задают вопрос, Олег, давай-ка ты покажи, на какую кнопку мне нажимать, чтобы там через какое-то непродолжительное время, да, у меня сразу все, и все пошло. Я бы убил этот вопрос. Ну, слава богу, да, я уже привык на реагирование, но тем не менее, смотрите, я еще раз говорю, может, не очень удачная аналогия, но у вас, вот мы говорим об этой кнопке, вы создали эту кнопку, она, может быть, не такая банальная, да, но что такое система? Она достаточно банальная. Она достаточно банальная. Ну, давайте о ней поподробнее. Давай, да, давай технологии на примере. А может, с фактов начнем, с цифр? Каких? Ну, просто, почему эта система? А потом я с удовольствием передам слово моему коллеге. Давай. Нам примерно уже два с половиной года, и через вот эту нашу систему, как вы говорите, которой система изначально не была, а сначала была чем-то таким фристайлом, и нашей спешной ампровизацией, прошло на данный момент тысяч пятьдесят человек. Ну, вживую, это только вживую. Это большая цифра, да. Мы меряем все. Меряем размер ноги, меряем конверсию, меряем количество лидов, стоимость клиента, и мы также меряем собственную эффективность. Так вот, эта система потому, что 25% из тех, кто начал, дойдя до конца, вышел за планку, которую мы устанавливали. Сначала это было 50 тысяч рублей, потом это было 100 тысяч. За планку доходности, да? Да, 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 это дельта чистой прибыли, которую человек сгенерировал за время участия программы. Это два месяца. Потом это было, сейчас это 300 тысяч рублей. Так вот, на данный момент это уже около трех тысяч человек, которые аттестованы, они входят в сообщество, да, и поэтому эта система, ну, потому что она представляет для себя набор шагов с предсказуемым результатом. Вот это важно, да. В прошлый раз у нас было 23,6%, у нас перешло планку в 120 тысяч рублей чистыми дельта. То есть, если у меня там было 200, то это там 320 и выше. Плюс 120, да. Плюс 120, неважно, к нулю или к существующим. Так вот, вся технология построена на очень простом принципе. То есть, а, и бизнесы очень разные. То есть, это и производство, там, Зухра из Ишкарлы, ей 31 год, у него там завод промышленных вентиляторов, Муссон называется, да? У другого там 56 лет, он оптовик рыбы. Третий там, мальчик 19 лет. Артур сносит здание. Продает фонарик. Извини, они приходят уже с готовыми, да? Разные. 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 Любой бизнес с доходностью ниже 300 тысяч рублей, что ниже 300 тысяч рублей, что ноль, в принципе, разница очень... Невелика. Все, что до 10 сотрудников, это вот, ну, примерно одно и то же. А почему? Потому что там нет показателей. Ну, это самое важное. Каше варенье. Там каша. Вот то, с чего начали, да? Конечно. Там холодец. Там холодец. Давайте позвоним, не позвоним. Очень простая вещь. Мы поняли, что бизнес вообще штука стрессовая, да? Что человек, когда он может делать, может не делать, он не делает. Ну, например, есть книжка, там написано в книжке. Выполните упражнения. Что делает обычный человек? Он делает так. Перелистывает страницу, ну, что там дальше? Ну, или что там дальше? То есть, потому что книжка не оставляет ему, ну, она всегда дает выбор. Ты можешь делать и не делать. Мы построили, ну, вот эту систему, как сейчас говорят, таким образом, что человек подписывается на то, что он не может не делать. Ну, это значит, ну, например, там, на первом занятии он получает задание за неделю сделать пять сайтов в интернете и выложить их. Пять за неделю. Хоть ты бабушка, тебе шестьдесят, хоть ты молодой человек. Самостоятельно это делает или обращает? Как угодно. Нам важно, чтобы это было. Да, и при том, по форуме, там, мы даем определенный форум, как это будет сделать. И он его, если он не сделает, не предъявит это на входе, его на следующее занятие просто не пустят. То есть, он должен выбрать ниши, он должен выбрать отрасли и сделать пять сайтов. Миша, смотри, я себя представил вот на месте вашего слушателя, у меня сразу первый вопрос. А зачем пять-то? Зачем одни и те же пять сайтов? Зачем я буду? Давай я один сделаю. Объясним почему. Нет, нет, я так понимаю психологически, да, вот так очень часто тоже, наверное, люди рассуждают. Зачем пять-то? Здесь есть проблема одной женщины такой. Представим, что вы программист... Проблема одной бабы у нас, это так называется. Да, да. Куда эфирнее будем? Представим, что вы программист, вам 36 лет, и отношений к женщине у вас не было, ну, 36 лет. Так. И у вас выбор уже, либо рот прекращается, либо надежда есть. И вы, вдруг вы назначили свидание, какая-то одна женщина пришла с вами встретиться в ресторане. Принимайте, что вы будете очень переживать и потеть. Потому что если сорвется с крючка, то ваш рот прекратится. Ну, по крайней мере, это последний шанс уже, да, там. Но если у вас за вечер назначено пять свиданий, то ты как-то себя немножко посвободнее чувствуешь. Мы обнаружили крайне удивительный феномен. Ведь обычно как? Мы попадаем в тот или иной бизнес, либо потому что у нас родители там работали, либо потому что у меня образовательное, образование профильное. Либо просто так получилось. Именно случай. И, собственно, в зависимости от того, какие у нас там успехи или неудачи, мы их перекладываем на себя. То есть либо я молодец, либо я неудачник, потому что мне так сложно дается все. А когда мы имеем возможность наблюдать за большим количеством людей, а именно за тысячами людей, и причем за разными попытками тысяч людей, мы пришли к очень интересному выводу, что одни и те же действия, прямо один в один, одни и те же алгоритмы в разных сферах дают кардинально разные результаты. То есть один человек, запустив пять сайтов на пять разных направлений, в одном направлении при одинаково вложенных деньгах, ресурсах и все такое, получает шквал звонков входящих. Где-то получает три капли, а где-то получает вообще ноль. И именно поэтому на самом старте он в состоянии совершить осознанный выбор, по какому пути двигаться. Потому что если можно проще, почему бы не идти проще? Ну, например, вот вы решили заниматься клинингом, мы что говорим? Ты клининг делишь на пять под ниш, так называемый. Это уборка, значит. Это услуги, единиц клиентского спроса. Что такое клининг? Это может быть уборка в доме, это может быть постстроительная уборка, это может быть уборка снега с крыши и так далее. Ну, например, средний чек в уборке квартиры 500 рублей. Петь, я прошу прощения. Давайте. Новости на Финам.ФМ слушаем, да, потом обязательно продолжим этот рассказ. Итак, друзья, мы продолжим разговор. Я даже, наверное, не буду сейчас традиционно вновь представлять моих гостей, хотя очень хочется, потому что нет времени и огромное количество вопросов. Ну и вообще, я чувствую, у нас времени ограничено с вами поговорить. Столько всего интересного вы сегодня можете рассказать. Давайте я начну с вопроса. Петь, а потом ты продолжишь рассказ про вот этот пример с клинингом. Значит, Сергей Васильев задает такой вопрос. Многие ребята мечтают о своем бизнесе. Как преодолеть страх первого клиента с продажи звонка? Как научиться набирать в свою команду людей грамотнее себя? На вашем видео и коучингах данные дисциплины даются? Знак вопроса. Спасибо. Я отвечу, может, на первую часть вопроса, а ты на вторую. Да давай сразу, мы сейчас будем с тобой работать в паре. Даются, а не даются, и в бесплатном доступе, в принципе, все дается. Давайте раскроем простую технологию. Вот как съесть слона, да, есть такая штука. Надо слона разрезать на маленькие кусочки и съесть по частям. Здесь то же самое. Большая задача должна быть декомпозирована. Да, микро-микро-микро-микро шагов, и надо каждый из них сделать по очереди. Если по очереди сделать, будет результат. Первое. Надо выбрать нишу, чем ты будешь заниматься. Или выбрать осознанную товарную категорию, если у тебя уже есть бизнес. Допустим, выбрал. Мы выбираем сразу пять. А вы даете, кстати, извини, пожалуйста, вы даете какие-то наводки, как выбрать эту нишу? Да, я даже могу подсказать. Перечислим. Давай прямо список. У нас есть такой критерий идеальной ниши. Это сформированный спрос уже. Это значит, это не должно быть... А не неуловимый Джо. Неуловимый Джо, да, на первом этапе. Куда сбить, куда сбить. Куда сбить, да. Это быстрый цикл сделки. Это значит, время от первого контакта с клиентом до момента денег в кассе меньше трех недель, да, по сути. А с чем связана, извините, эта цифра? А потому что, например, когда мы пошли в диоды, мы думали, что диоды — это так круто, а там есть такая история, что у тебя проходит три дня от звонка до встречи, проходит неделя на получение первичных согласований, проходит еще две недели на светотехнический расчет, который тебе присылают, проходит еще две недели на вывод встречного коммерческого предложения, еще месяц на тестовое освещение, и еще месяц на все перетрубации, на все согласования, на инстанции и так далее. И многие до финала не доживают. В итоге полгода. Вопрос, если вы только начинающий предприниматель, гол как сокол, можете ли вы ждать полгода? Совершенно верно. Ну, вот и все. Например, если ты идешь в шубы, или ты разбираешься в клининге, то цикл сделки быстрее может происходить. Да, еще один фактор — это высокая маржинальность с одной сделки. Ну, вот. Ну, грубо говоря, вот пример с клинингом, да? Ты умеешь, ты разбираешься в клининге, как один из наших там разбирался, у него отец работал, вот он решил свою компанию основать. Например, средний чек с уборки квартиры у тебя будет, ну, там, тысяч пятьсот, наверное, о, не здесь. Пятьсот рублей. Пятьсот рублей, да. Пятьсот рублей, тысяча рублей, две тысячи рублей, может быть. Например, промышленная, построительная уборка или промышленный альпинизм, например, как под вид клининга. Там клиента, для того, чтобы клиента получить и там, и там, усилия-то примерно одинаковые, а здесь пятьсот рублей, ну, а в промышленном альпинизме, например, это триста-триста пятьдесят тысяч рублей. Почему усилия одинаковые? Почему мы говорим, что усилия одинаковые? Ну, хотя физически, наверное, по-разному там все-таки обстоит. Почему так? Потому что во многом мы используем технологии, так называемой, лидогенерации, или привлечения клиентов через интернет. И оказывается, действительно, что стоимость одного звонка на разные сферы, даже, например, на носки и носки оптом, где один заказ будет, там, давать тебе пятьдесят тысяч прибыли, а в одном пятьдесят рублей, окажется та же самая. Ну, вот почему, да? Конечно, клиент стоит, может, дороже в промышленных, там, в альпинизме, нежели в уборке квартиры, но не в те разы, в которые маржа больше. Ну, да. Следующий критерий — это география. То есть, опять же, интернет и новое поколение, которое владеет интернетом, имеет очень сильное преимущество. Перед нами открыта вся Россия. То есть мы умеем создавать входящие потоки клиентов со всех уголков нашей страны. А это значит, что мы автоматически можем открыть себе рынок и выйти за пределы собственного города. Так, находясь в Чебоксарах, я могу продавать бахилы в Новосибирск, в Ханты-Мансийск и могу грузить их фурами. Вот. Но поэтому мы выбираем ту нишу, которая не налагает на нас географических ограничений. Гниющие, хрупкие, крупногабаритные, дорогие в доставке товары действительно не позволяют нам этого делать. Вот мы их и не выбираем. Может сложиться ощущение, что любой человек может заняться любой нишей и пойду продавать носки опытом. Но это не совсем так. Еще один критерий. Вот как мы на тысячах людей наблюдали, кто удерживается, а кто в первой сделке сливается. Ты не можешь пойти просто так в сахар или в бетон, или в щебень. То есть должна быть причина, почему ты это делаешь. И есть такое понятие у нас, как высокое разрешение. То есть ты разбираешься вообще в этой ниши или нет. А точнее, ну, если... Какое ошибочное мнение есть, что я типа приду в нишу, заработаю денег, потом чем-нибудь займусь нормальным. Не работает так. То есть сразу надо нормальным заниматься. Например, вот есть у нас один парень, он сын кузнеца. Вот он этим и занимается. Ну, это правильно. Понятно. Другой. У него там, у него родственники проводили ПВХ-гранулянт. Вот он к ним пришел, им там продажи отставят. Ну, есть причина, почему ты этим занялся. А, естественно, есть огромное количество людей, которые, ну, бездумно, просто где-то начинают и ничего не заканчивают. Да, это тоже определенная наша боль. Потому что с ростом популярности проекта, с ростом количества людей также, конечно, на рынок заходят и недобросовестные люди. Мы это понимаем. Да, тут был такой вопрос. И на рынок сахара заходят люди, которые там не исполняют обязательства или вообще не разбираются в сахаре. Это фактор расплаты. Но обратной стороной этой фактора является большое количество людей, тех, у кого есть результаты. То есть, ну, понятное дело, что есть много неудачных попыток, но они окупаются удачными. Ну, если с сахаром тебя ничего не связывает, ты идешь в сахаре. Вот у нас есть там много-много предпринимательских сообществ, там, всяких объединений, курсов. Только все почему-то умалчивают один такой факт. А что по факту-то? Что в результатах? У нас есть факт. Это несколько тысяч готовых кейсов, которые, кстати, я рекомендую почитать у нас на сайте. Это тоже в свободном доступе? Тоже в свободном доступе. И техники все в свободном доступе. Связывайтесь, знакомьтесь, смотрите технологию. Давайте послушаем звонок, потому что действительно так много говорим, а слушателям хочется еще и вас. Слушатели, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Вот тут как раз давали советы по поводу того, как лучше искать клиентов и сделки, да? Вот что думают гости насчет такой ситуации. Вот есть рынок, причем рынок растет, но при этом достаточно конкурентный. А вы можете уточнить, какой рынок? Ну, связанный с телекоммуникацией. Вот. Значит, сарафана на данном рынке практически нету. Как бы, да, ну, неизвестно. И здесь вопрос, что все-таки, на что в данном случае вот рекомендовали бы делать упор на прямые продажи или все-таки стараться через интернет получить клиентов. Хорошо, Сергей. Ну, это вопрос жизненный, да? Хороший вопрос. Исключительно связанный с вашей текущей ситуацией. Я правильно понимаю, Сергей? Ну, вот. Хорошо, спасибо. Мы сейчас поговорили немножко о выборе ниши, да, что должны быть бизнес-показатели, да, и должно быть сердечко. То есть, а что тебя с этой нишей, собственно говоря, связывает? Имеешь ли ты долгую историю? А следующее, как только ты нишу выбрал, естественно, следующим вопросом, а где клиентов добрать? Вот я расскажу конкретный пример из рынка телекоммуникаций. Есть такой человек, есть такая компания, называется Тельта Телеком. А Иван, ой, человека зовут Иван Стекольщиков. Это наш тоже выпускник. Он предоставляет связь. Он проводит связь, IP-телефонию, просто телефонию. Он чуть ли не может даже трубку телефона покрасить в красный цвет, если это клиенту нужно. То есть все, что касается связей. И он тоже так воспринимал рынок, что есть вот связи какие-то, он предоставлял там связь интернет в бизнес-центрах, обслуживал три бизнес-центра и на этом жил. Но по поводу лидогенерации, создав так называемые страницы захвата, то есть, ну, интернет-страницы по определенной технологии и запустив на них трафик, ну, даже с контекстной рекламы, он начал получать шесть заказов в день. Сделал правильно сайт. А что такое сделать правильный сайт? Это описание, куда человек попал, понятно, да, что у него. Предоставление услуг связи корпоративным клиентам в Москве и Московской области, связь под ключ. Да, связь под ключ. Сразу без вопроса, да? Телефон, возможность сразу оставить заявку, предложение сформулированное, отзывы клиентов, сертификаты, грамоты, благодарности. Два месяца бесплатно обслуживание предложения. предложение сильное. Это вот страница захвата, то есть, человек туда заходит, оставляет заявку, потом ему перезванивают, ну, и же там связываются, выставляют коммерческое предложение. Так вот, он зашел туда, настроил контекстную рекламу. Причем, это ему удалось нелегко, к слову. Ему пообещали сначала там 150 посещений за 50 тысяч рублей, ну вот, потом он добился не 150 посещений в месяц, а 150 посещений в день и создал поток. Поток из шести так называемых лидов, мы их называем, попыток, попыток звонящих людей в день, что для него было равнозначно упитерению компании. Давайте, методы привлечения клиентов можно поделить на три ключевых. Первое, это онлайн, методы, то есть это все, что связано с интернетом. Что это за площадки? Это может быть контекстная реклама, там Яндекс, Гугл, Авито, Сланда, ну различные, различные площадки. Второе, это могут быть форумы, третье, это могут быть социальные сети, в общем, все, что связано с интернетом. Второй способ привлечения клиентов, это офлайн. Ну, например, у меня розничный магазин, я работаю с картой торговой территории. Я делаю так, я стою в торговом центре, делаю так, что клиентский поток заходит ко мне. Это штендеры, баннеры, стойки, следы, акции, оформление витрины, другие технологии. Тут самое главное нужно понять, что клиенты рождаются тогда, когда скрещиваются две вещи, когда предложение скрещивается с потоком, а это происходит там, где сказал Петр. И третий способ, это могут быть прямые продажи, холодные звонки, например, то есть здесь у нас накопление базы, звонок по скриптун, назначение встречи, встреча, выставление коммерческого, сделки. Сказать однозначно, какой из этих способов эффективнее, я скажу так, у нас есть техника, называется 150 площадок. Что мы делаем? Мы берем какую-то тему и у нас участники выписывают. А на каких 150 площадках, интернет или не интернет, в принципе, моя аудитория может меня увидеть. Вопрос очень нелегкий. Но когда он эти 150, он скажет так, Авито, это может быть, это может быть Сланда, это может быть ВКонтакте. Он понимает, что в социальной сети куча групп, где там его может быть клиент. Если это телекоммуникация, может быть в социальных сетях у него никто и не сидит. Но когда он раскроет 150 площадок, где люди могут сидеть, часть из них будет платная, часть бесплатная. И следующий этап, это там оставить свое предложение. То есть забросить туда крючки. То есть мы что делаем? Мы забрасываем крючки на 150 площадок, то есть очень массово. И затем мы отслеживаем, а с какой площадки у нас люди-то идут. И оказывается, у меня на телекоммуникацию, я не думал, а у меня с Авито идут заказы. И вот с Гугла не пошло, а с Яндекса идут. Все. Соответственно, я из 150 сокращаю свое внимание до двух площадок и с ними начинаю работать более усердно и внимательно. Здорово. Вот это все, о чем рассказывали, это и есть та самая система. Ну, очень просто. Смотрите, вот я беру, смотрите, научим наших участников. У любой площадки есть такой показатель, как ROI. ROI – это Return on Investment. То есть, грубо говоря, на вложенную тысячу рублей я сколько заработал. Грубо говоря, я вложил в контекстную рекламу Яндекс.Директ 10 тысяч рублей. С этих 10 тысяч рублей ко мне пришло 100 человек на сайт, купили у меня пятеро, купили пятеро со средним чеком, например, 20 тысяч рублей. 5 на 20 получается 100 тысяч рублей. То есть при вложении 10 тысяч? 10 тысяч я вложил, 100 тысяч я получил. Как рассчитать ROI? Из 100 тысяч мы вычитаем затраты 10 тысяч, получается 90 тысяч. Делим на затраты, это 10 тысяч, получаем, сколько у нас будет? 90 на 10? 9. 9. 9 и 9 умножаем на 100%. Получается, что Return on Investment у нас 900%. То есть, на 10 тысяч вложил, да-да-да, это как. Уровень маржи я сейчас освоил, но это не важно. Вроде того. Совершенно верно. Соответственно, и я по каждому каналу вот этот просчитываю ROI, то есть на вложенную денежку. Сколько я получаю обратно? Естественно, я концентрируюсь там, где ROI. Мы рекомендуем по каналу использовать ROI тот, который выше 300% хотя бы. У меня тоже такая же цифра, не ниже 200% я обычно говорю. Да, мы приходим к выводу, что мы не привлекаем шаманизмом клиентов, а мы их покупаем через систему. То есть мы покупаем, вкладывая деньги в трафик, вкладывая деньги в специалистов по обработке клиентов и покупаем ровно столько, сколько мы можем обеспечить и себе позволить. Здорово. А теперь послушаем новости на «Финам.ФМ». Потом продолжим. Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Я, Олег Дмитриев, в гостях Петр Осипов и Михаил Дашкиев, сооснователи проекта «Бизнес. Молодость». Собственно, у нас осталось немного времени, но хотелось бы и моим гостям сегодня в том числе, хотелось бы несколько конкретных примеров и несколько вопросов ответить все-таки. Да, хотелось бы, ну, я думаю, что наша аудитория делится на два, две категории. Одни, у кого есть бизнес, другие, у кого нет. Ну, кто подумывает, да, все-таки? Ну, кто подумывает. Соответственно, надо сейчас раскрыть технологию для тех, у кого нет и для тех, у кого есть, как перезапустить, придать вторую молбу своему бизнесу. Ну, один из примеров приведу, слушатели могут там зайти в интернет посмотреть. Сережа Пинеров из города Чебоксара, один из участников, да? То есть, что он делает? Он приходит, первый шаг — это выбор ниши, собственно говоря. Он выбирает, как? В Яндексе, например, есть такой сервис, называется wordstat.yandex.ru, где вы можете посмотреть, а сервис и услугу сколько тысяч человек ищут в месяц. Он начинает искать, начинает выбирать и понимает, что вечерние платья, например, это отличная ниша. Вечерние платья. То есть, огромное количество людей ищут, да, где купить вечерние платья. Около 60 тысяч там человек по России, по-моему, пишут. Он запускает. Как? То есть, он выбирает вечерние платья, свадебные платья и какие-то еще он ниши выбирает. У него, у родителей продуктовый магазин был, но он решил его с нуля запустить. Почему-то ему хотелось красивого чего-то. Его можно понять, да. Вторым шагом он начинает... Может, он хотел с девочками общаться побольше. Может быть, с красивыми. Это тоже вариант, правильно? Да. Сайт его, кстати, можно посмотреть в интернете. Это pinerov.com. Вот то, к чему он пришел, его можно посмотреть сейчас. Вторым шагом он начинает, но ему нужны клиенты. Первый, он делает группу в социальной сети ВКонтакте. Делает группу, размещает платья, берет по секрету корейские, какие-то там фотографии. Ну, неважно. Но он начинает получать клиентов. То есть, те платья, которые продают за 60, он продает за 20. Вот его сильное предложение. В итоге, он начинает продавать по всей России по три платья в месяц. Его маржинальность примерно 15 тысяч рублей. Понимаете, что такое продать свадебное платье по России? Естественно, он столкнулся с тем, с низким качеством, с невозможностью контролирования качества и с отказами. Ну, ему это не понравилось. Постфактум уже, да? То есть, он продал, а потом ему говорят... Нет, три он продавал с учетом уже отказов там и так далее. Ну, то есть, отказов было много. Соответственно, он принимает следующее решение. Когда он уже понял, что у него есть клиентский поток, что у него хотят купить, что рынок живой, он умеет продавать, он научился. Он научился делать отправки, он научился принимать деньги правильно, там, юридически правильно, он открыл там собственное ИП или ООО, не знаю, что у него сейчас. Не судил. Да. Он делает следующее. Он берет и делает по-серьезному. Вместо корейских девочек свою. Он открывает сайт. Реальных платьев, да? Ну, реальных платьев. Он открывает сайт pinerov.com и для контроля качества производства он переводит, собственно говоря, поставщиков в Корею, он не может контролировать. Да. И он переносит производство по собственным лекалам в Казань. Казань, Чебоксар, это три часа езды. Внимание, не на производство, а пока на контрактное производство. То есть, он берет какое-то ателье, дает им лекал и там отшивает под заказ то, сколько ему нужно. Соответственно, у него есть сайт хороший, у него есть собственное контрактное производство. У него есть клиентура. У него есть клиентура. У него есть деньги. Он выходит в планку 300-400 рублей чистыми в месяц. И следующим шагом открывает свой розничный магазин, который и по сей день процветает в славном городе Чебоксары в торговом доме Карусель. В Чебоксар можете зайти посмотреть. Собственно, вот это и есть технология. И время вот это полгода примерно. 4-5 месяцев. Да ты что? Да, это быстро. Но вот он дошел до 400 чистыми. И смотрите, у него собственное производство. Пусть контрактное, но чем больше будет расширяться его продажный спрос, тем больше будет расширяться производство, которое он делает. Нет, конечно, это не завод-пароход. Да, производство это не значит, что у него что-то трубит, там дымит. Да нет, думаю, все прекрасно. И он не мультимиллионер. Давайте, давайте... Но потом задача такая еще не стоит у него. Она может быть появится там с какого-нибудь времени. Ты нашел производство? Нет, не нашел, к сожалению, сайт. Давай на вопрос ответим, да, пока Миша ищет. Антон Анохин пишет. Здравствуйте, у меня один вопрос. Можно ли в 14 лет идти на курсы, ну, собственно, в бизнес-молодость? Очень хотел получить ответ. В 14... Ну, мы специально сейчас для аудитории 11-17 открыли дополнительный курс, называется «Бизнес-юность». Для тех, кто в будущем хочет стать предпринимателем, они запускаются у нас со следующего месяца. Никто не запрещает молодому поколению смотреть все бесплатные материалы, которые выложены в интернете, там больше, чем нужно. Ну, в любом случае, да, ему нужно стать совершеннолетним, чтобы быть уже полноценным участием. 16-ти, по-моему, У нас 16-ти, по-моему, и по-моему. А нет, 14-ти уже. Паспорт 14 лет получает. А, и по-моему. Деятельность официально он не сможет вести в 14 лет. 14-ть не сможет. Мало того, он, ну, есть определенный риск, да, но если он сумеет найти себе партнера, который может вести деятельность официально, да, и если он освоит то, что мы называем поток клиентов, он отлично сможет жить. Так у нас есть подростки. У нас предложение такое. Важно в возрасте с 12-ти, там, по 17-ти стать в чем-то номером один. Вместо того, чтобы это осваивать, пусть он осваивает какую-то специальность. Вот чем ему интересно заниматься. И на реальную специальность. Реальную специальность, то есть мастерство какое-то. Монетизировать это, сделать из этого бизнес он сможет, но надо, чтобы он в чем-то был спец. Второй пример, ну, типовой, да. Вот Зухра, 31 год, живет в Вишкороле, и у родителей ее мужа завод промышленных вентиляторов. Оборот примерно 2,5 миллиона. Маржинальная, то есть рентабельность примерно 30%, да. В месяц, соответственно. И вот ей необходимо, являясь женой, мужа, у которого родители владеют, завод воскресить. Воскресить почему? Воскресить, потому что он работает по старым советским приемамам. У них есть, понимаете, покупают какие-то дилеры, покупают перепродажники, которые потом перепродают, и как-то вяло, хило, с маленькой маржой завод как-то существует. Ну, 2,5 миллиона для завода, это смешные деньги. Что она начинает? Первое, она начинает со статистики. Откуда приходят клиенты? А как они покупают? Когда она делает срез, этой статистики получается плачевная картина. Теперь нам надо на эти показатели повлиять. опять-таки, она идет методом интернет-ледогенерации, она открывает сайт. Компания называется Мусон. Вот завод промышленного вентилятора в Вещькороле, сайт, вот, по-моему, промвентилятор, промвентилятор5.ру, по-моему, но могу ошибиться. Вот. Она открывает сайт, ее сайт имеет конверсию 2%, то есть, из 100 зашедших двое оставляют заявку. Из 100 зашедших? Из 100 зашедших двое, это хороший, на самом деле, показатель. И из 2%, 20 или 30% закрывается в сделку. Соответственно, она работает над тем, чтобы сделать сайт, она сайты никогда в жизни не делала, и над генерацией интернет-трафика. И дальше она начинает давать заказы заводу. Дальше у нее план-перехват, потому что мама там главный бухгалтер, она начинает своих людей расставлять, да, чтобы управлять показателями. Родители, как бы, обеспечивает, то есть, чтобы родители не боялись за завод, и муж при этом остается генеральным директором. И вот за 3 месяца путем генерации через Яндекс.Директ на сайт и генерации заявок, после заявок просчет, то есть, что это такое? Завод, наконец-то, конечным клиентам отправляет и прямо с заводом делает доставку. Потому что доставляют обычно перепродажники. А завод, он ничего не продает конечному клиенту, потому что не умеет это делать. Вот она внедрила продажи на завод, и за 3 месяца они выросли с 2,5 миллионов до 8. Ну, оборот. Это не, это не, там, для завода это немного, но это очень много для одной маленькой, хрупкой женщины, которая с всего этого купила себе и Porsche Cayenne. Потому что одна из важных вещей у наших бизнесменов это то, что они все в производстве, все вкладывают. И они очень, они забывают, что показателем эффективности компании является чистая прибыль. И что чистую прибыль надо забирать сейчас. А для того, чтобы забирать чистую прибыль, надо, чтобы у тебя была причина, для чего забирать. Поэтому надо научиться, кроме управления показателями, еще себя радовать вообще. Это правильно. То есть, работа ради работы это не то, о чем мы с вами говорим. Смысл любой деятельности лежит вне этой деятельности. Это сказал гениальный наш управленческий теоретик Владимир Константинович Тарасов, Таллиннская школа менеджмента. Смысл любой деятельности лежит вне рамок этой деятельности. Мы работаем не чтобы работать, живем не чтобы жить. Мы живем какой-то целью. Согласен, согласен. С вами один еще вопрос, да, ребята? Давайте. Дмитрий пишет. Подскажите, пожалуйста, как быть с первоначальным капиталом? Я так понимаю, у него, наверное, проблемы с этой точки зрения. ни у меня, ни у Петра не было никакого абсолютно первоначального капитала, чтобы начать свой путь. Отвечу на него даже очень просто. Если у вас нет первоначального капитала, а первоначальный капитал даже вот для этой технологии, которая не является технологией, а просто упакованным здравым смыслом, требуется, ну, скажу, тысяч 30 рублей. Найдете 30 тысяч рублей? Ну, я имею в виду на то, чтобы оплатить первичные расходы, да? Если он не найдет 30 тысяч рублей, ну, пусть устроится грузчиком и найдет 30 тысяч рублей. Ну, я думаю, это не проблема. А вот первичные расходы, что ты имеешь в виду? Что такое первичные расходы, да? На что действительно деньги нужны? Нужны деньги на привлечение первых клиентов. Вот что нужно, действительно, вот что можно, во что нужно вкладывать. Это реклама и это площадка, да? Вот обычно на это. Опять же, вы можете создать себе площадку, вы можете создать себе там страницу в интернете и бесплатно, если у вас друг программист или если вы там подарите ему цветы, например, если у вас программист женщина. Если программистка, да. Да. Но это редко бывает. И также вам нужно заложить определенный бюджет, то есть купить себе попыток, да? Купить себе попыток, чтобы были звонки. Потому что, если у вас будут обращения, если звонки вам поступят, то вы поймете очень интересный факт, что на том конце провода сейчас денег столько, сколько вы не зарабатываете за год, например. И они готовы вам их предложить. Да, да. если бы у вас был товар, если бы у вас была юридическая схема, если бы вы понимали, как это все доставить и обеспечить, эти деньги на том конце провода были бы ваши. И надо убирать бы теперь, да, вот из этого списка. Конечно, вы как ошпаренный заяц начинаете носиться, чтобы собрать кусочки этого пазла. И вы ищете решение, потому что кажется, да, чтобы что-то продать не нужно, надо сначала купить что-то не нужно, и на это нужны деньги. Но вы можете прийти к тому, у кого этот товар есть, и сказать, тебе клиенты нужны, а может ты мне дать процентов пять за то, что я тебе клиента приведу? И он говорит, нет, ну, значит, он, наверное, идиот. Или он говорит, да, и дает пять процентов. Скорее всего. И вот вам и стартовый капитал. Здесь очень важная тема сказать, да, о ценности, с которой хорошо, если человек начинает. Если человек начинает с ценности, там, просто заработать, вот это стремление к быстрым, халявным результатам. Понимаете, сейчас Россия, это как, я не знаю, это дикий запад, да, золотого века. И действительно, можно быстро заработать. Но вот эта манящая быстрота, она пьянит людям, голову, мотивация не очень хорошая. Абсолютно согласен. Главное, то есть, мы как бы это опускаем, как само собой разумеется, но это надо сказать, что ключевой ценностью, с которой человек должен выходить, начиная свое дело, это не заработать денег, это делать свое дело хорошо. Потому что у нас все делают дело кое-как. Понимаете? И при этом надеются зарабатывать быстро деньги. Они при этом зарабатывают. Давайте скажем честно. Совершенно верно. Что еще хуже. Но если ты приходишь, и ты начинаешь делать свое дело хорошо, и умеешь это продавать, то ты начинаешь быстро расти. Но ценность ключевая. Это в своей нише. А вот у меня, например, делать хорошо. Извини, пожалуйста, я должен вас представить, да, напоследок. Спасибо вам огромное, что нашли время. Были в гостях Петр Осипов, Михаил Дашкиев, основатель проекта «Бизнес-молодость». Спасибо вам, ребята. Успехов вам, ну и успехов в бизнесе. Спасибо, Финамо Фэм. Финамо Фэм.